здорово комрады так небольшой выпуск новостной так сказать поделюсь что у нас тут за последнее время произошло и какие дальнейшие планы на будущее так сказать в первую очередь мы отправили партию недавно кто-то уже получил топоры писали все что все замечательно топоры получили свои впечатления первые рассказали так сказать вот готовим следующую партию и те кто у кого были заказы примерно по середину сентября участвую красно занимался последние несколько дней распиской заказов на оплату так сказать вот это по примерно 3805 заказ от исключение пара соболей которые бы чуть раньше и по сейчас нет но где-то по 3805 если у вас были раньше заказа смотрите я вам прислал смс-ку кто не получил там отпишитесь там ватсап не или просто позвоните так сказать спросите где ваш заказ когда он будет готов в принципе большинство получили большинство писали что приняли сообщение написала соблазки отправила и написал на email что заказ таскать выполнен вот он выполнен в каком виде те кто об этом не знает как бы кто первый раз она заказывает объясняю что вот стоят отковы брат сейчас будет месяц заниматься установкой партии на всю эту установка рукояти на всю эту партию топоров таскать их тут немало ему сделать сделать рукоятки по всем заказам сделать чехлы на них кожаные вот и мы готовы будем готовить их к отправке так сказать вот таким образом мы работаем то есть нас кузнец ковал примерно сейчас он кует уже практически по конец там очереди набирая заказа да я потом беру из этих отков выбираю зависимости от списка заказов которые вы заказали через сайт выбирая их журнала и слесариум тоже меня где-то примерно месяц чуть больше выходит зависимости от от количества и от сложности сложности таскать топоров и потом брат еще месяц занимается установка рукояти то есть у нас принципе цикл занимает три месяца изготовления топора вот если там в процессе едет не отковано лежит уже то если сначала ковать из показ ковал ну конечно один топор довольно таки быстро появился раз искал да там когда партия она примерно месяц длится и вот нужно все набрать тоже по одному по одному топору то никую там сразу партия соболей партия соболей вторых там ну и так далее по списку так чем примечательна эта партия эта партия у вас наконец-то запустился запустила серийное изготовление топоров обвс это расшифровываю аббревиатуру топоры с обратным садом так и называю что как будто целое предложение не говорить там обвске они вот здесь у нас сейчас в основном это сычи конечно больше всего по всем заказам получилось сычей пишет сычи это как будто по ней но сейчас наиболее заказываемые топоры из обвс следующие это идут бобры мини а потом уже совы вот по бобра мини сейчас эта партия делается я пока их пока что их выключил сайта вот сейчас люди выкупают их смотрим на отзывы какие допустим пойдут и поглядим как как дальше они будут существовать топоры принципе такой топоры прикольные я думаю особых изменений быть не должно ну мало ли что-то возникнет допустим изменим там чуть поменяем в концепции так сказать изготовления вот сейчас топоры сделали точно такие же как они были нас на тестах то есть это отковы небольшие да выполнили их партию сейчас топоры будет ставить на рукояти за это время что изменилось сейчас бвске идут с двумя рукоятями как они изначально планировались и вот с двумя рукоятями и кожаным чехлом так и как бы их и расписал далее в процессе таскать работы мы поменяли концепцию по заказам то есть топоры сейчас на сайте у бвс это топор и одна рукоять то есть цена этого как бы заказа это топор одна рукоять человек если хочет дополнительно кожаный чехол заказывает и дополнительно запускные рукояти какие хочет длинные то есть поэтому немножко так сказать это вот уже изменилось и вот здесь в основном топоры это конечно две рукояти и как бы чехол поэтому список выглядит таким образом мне пришлось просто размечать топоры по номерам и вписывать их сюда какие рукояти конечно новый опыт мы такого раньше как бы не занимались таком что прям каждый отков отдельно по отдельному заказу шел вот ну попробуем посмотрим как это будет выглядеть конечно по первости хайп был большой у бвс там заказывают этот месяц следующий месяц там тоже довольно таки большое количество а потом как бы так опять на круги своя возвращается там у бвс ки уже не в при не в таком количестве заказываются опять там соболя соболя вторые основном но инструментом тесла все остальное заказы тоже сайга сайга мини вот кто-то ждет тестов по новинкам у эти соболя у бвс ки кто-то ждет тестов там по моралам ну короче тех новинки как они себя покажут первое впечатление сейчас сейчас расскажу но хочется коснуться в первую очередь вот этого топора бурдук теста я его показывал заказов тоже на него довольно-таки прилично вот побывал со мной в нескольких так сказать приключениях уже взял его специально чтобы думал по тесте более углубленно после того как прошлый раз разбил на тестах рукояти сделал такую пара паракордовую защиту на него дополнительно намотал сюда это вот стандартная с пропуском как бы конца конца паракорда через оплетку сюда протаскивание да чтобы просто усилить вот этот место вот это место усилить какой-то степени если там забивание везде идет вот тут конечно он не доходит до конца доходит прямо до конца но я думаю может что-то еще придумывается какая-то обмотка более плотная щечки то уже касаются на шнура здесь вот небольшое расстояние остается но не знаю посмотрим вроде оплетка себя хорошо показать показала потому что колол дрова довольно таки больших количествах сейчас поближе приближу камеру и вот видно здесь идет такое разбитие уже как бы попадает сюда дровины но рукояти ничего не происходит минус минус конечно в чем что рукоять получается уже несъемная то есть невозможно там взять на водке и разобрал как у меня вообще планы на него на этот топор были такие что я раз лодки разобрал положил один натков где-то в ящике gt рукоять где-то болтается да то нужно нужно там насадил и упользовался но решил как бы попробовать вот такой вариант что усилить паракорда вы посмотреть как он будет себя выглядеть и работать далее сделал 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 здесь вот намотку в принципе простейшие намотки посмотрел просто в интернете в ютубе набрал как обмотать рукоять тут выбрал простейшую намотал зафиксировал позволяет руке какой-то степени не слетать 10 ударах он принципе рука упирается и уже не стремится там совсем вылетит и сказать уже топор понадежнее сидит вот такой небольшой маленький топорик довольно таки хороший помощник в виде откова он конечно выглядит не таким значительным вот это отков его да вот это топора и такая мелкая фигуина вот а это вот он рукоять вот так выглядит уже так более так сказать внушительно вот нормально то есть интересный топор довольно таки интересные задачи выполнять дрова колит я еще тесты сниму конечно отдельно как у дрова колит колит дрова только те которые не проблемные там что нету там ну множество сучков проникающих их нибудь до которые сильно там завязывая попилил с дуру елку начал колоть это конечно там в усмерти устал там она вся скрученный как там куча сучков там ну в общем замаялся и так и не смог расколоть вот нормально то есть там пока о конечно но замучился вот но если прямослойные небольшие чербачки примерно так сантиметров по 30 они 30 25-30 сантиметров вот как раз там друг просто приезжал у него банька походная мы в эту баньку в печку кололи дрова и там нужны как раз небольшие такие чербачки напилили там бензопилой в принципе колит вообще пик 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 накололи и для бани нормально вот такие задачи выполняет вот сейчас приближаются тесты его собрата топор уже давно был готовый просто ну в месяц сумасшедший на самом деле у вас постоянно выключали свет я вроде думал что как бы успеющий теста поснимает пусть у меня так все сложилось и я нифига не успел если честно вот вот такой топор и будет вот в отличие от него я их параллельно между собой буду сравнивать насколько они будут отличаться у этого топора видите закрытая конфигурация у этого носик уступающий еще не пробовал ничего рубить ничего колоть рукоять не не обматывал ничего в таком виде попробуем вот здесь по рукояти вот видите момент здесь она немножко уже в этом месте здесь она немножко к концу сильно расширяется изменили немного конфигурацию то есть она каткового немножко сужается здесь ближе к концу рукояти немножко расширяется вот я думаю тоже это позволит немного ее, более комфортно ей рубить. Топорик тоже небольшой, но параметры потом скажу уже, как все получились. Тоже интересно думаю будет топорик. Посмотрим на его работу. Ему уже сделали чехол, это что-то брат так и не может добраться до него, вернее, ему так и не отдают этот топор на изготовление чехла. А это мы уже сделали такой чехолчик на двух заклепочках. Кожаный чехол, недорогой, 500 рублей. В принципе, кому надо берите, заказывайте вместе с чехлами, так сказать. Но это тоже сейчас я привез на работу, здесь поправил дополнительно, рубил дрова прямо в песке, там, ну песок, пляж, и прям колол в песке, там, дорубал на песок, там, и в принципе топор маленько подсел из-за этого песка, пришлось сейчас маленького поправить, подточить. Так, ну вот, планы по этому топору. Топору, название, скорее всего, у него будет мышь. Мы хотели там белка, но белка это сильно крупное животное. Вот, у нас был топор мышь, это совсем небольшие топорики с короткой рукоятью. Мы решили их пока что выключить с сайта. Вообще мне не нравится эта мышь, если честно, этот, тут топор, который с короткой рукояти, я неоднократно говорил в других роликах, предыдущих, что мне такие топоры с совсем короткими рукояти не нравятся, потому что очень травмоопасные ручки. Вот, и здесь, поэтому мы его пока убрали с сайта, я думаю, заказов на него и так немного было. И не такой принципиально важный этот топор. А название хорошее, то есть, название я думаю, мы для этого топора будем использовать. Поэтому этот топор будет бурундук, а этот топор будет мышь. В ближайшее время тесты я, надеюсь, буду проводить. У меня тут, моя любимая теща переболела коронавирусом, у нее пропал нюх, слой, нюх, вкус. Вот, и что-то мы тоже с женой подхватили. Когда я в пятницу, в пятницу я слег, вот, с температурой, думал, что-то у меня так сильно бабахнуло, я думал, все, коронавирус, капец, не буду думать, сейчас я попаду на долгий срок, так сказать, вылечу из тестов, с работы, все остальное. Ну, ничего, в субботу уже так погасче было, в воскресенье температура упала, так уже более-менее ползал, сегодня вот у нас что, сегодня у нас понедельник, понедельник, мы сегодня успели еще уже пожар потушить, съездили, у нас деревня там как бы таежная, пожарный до нас доезжает, ну, в лучшем случае, через два часа пожарная машина. Вот, и пока вызвали, пока отлично, и поэтому у нас как бы есть внутри деревни своя пожарная служба, так сказать, которая состоит из всех жителей деревни. Вот, когда звучит колокол, когда звук сигнал, сирены происходит, там, и оповещение идет через интернет, что где-то пожар, мы все собираемся, сегодня вот всей толпой поехали через речку, у нас еще, как бы, такой отросток, сателлит деревни называется, Малиновка у нас, деревня называется Таяты, а там Малиновка, она прямо через реку находится, там домов, наверное, 15 стоит, вот, и там, как бы, туда дорог нету совсем, там только переправа через речку. Ну, попрыгали в моторке, переплыли в эту сторону, провезли пожарную помпу, поставили цепочку людей с ведрами, пожарной помпой, в общем, дом, конечно, там два домика, они, к сожалению, сгорели, но не допустили мы распространение пожара в Тайгу и перекинывание на другие дома, которые рядом, недалеко там находятся. Вот, спасибо всем жителям, спасибо, что справились, что помогли людям, там, деды старенькие, бабушка, девушка, вот, пока туда-сюда, ну, в общем, такая вот ситуация. Ну, короче, я сегодня уже побывал на тушении пожара, успел, нахватался тоже там дыма маленько, и что-то голову совсем подсел. Но решил ролик все-таки снять, потому что давно ничего не снимал, и нужно какие-то цели, цели и вехи поставить себе, чтобы и себя в том числе подтолкнуть к дальнейшим, так сказать, тестам. Вот. Далее, что у нас происходит? Я уже пробовал тестить вот этот топорик. Топор называется Соболь, Соболь, ОБВС, с обратным садом. Вот, это тоже самый Соболь, рукоять 65-я, ОБВС, тоже есть свои нюансы и есть свои особенности, и нужно будет, как бы, я еще пока этот ролик, вернее, ролик даже не снимал, просто тестил, не хотелось мне ничего показывать, пока что просто проверяем особенности. Здесь придется также работать с проушиной, с размеркой вот этой входа-выхода, потому что отличие от вот этих вот цичей и все остальное здесь есть. особенности и в рукояти, и в проушине, и, в принципе, как бы, самой работы. Вот, топор более тяжелый отков. Вот, и уже не так, вот, по первым впечатлениям, не так комфортно руке от вот этой рукояти. Если, так сказать, если на свече ОБВС там топор более, отков более легкий, более легкий, вот, и все равно чувствуется как бы рукоять полноценная у него получается, то есть, нету дискомфорта в работе со стандартной ОБВС, там, это я говорю про конкретно Сыча, Саву и Бобра Мини. Здесь ощущения немножко другие. Во-первых, отков более тяжелее, и вот эта, как бы, рукоять, она все равно не получается такой же полноценной, как и у стандартного расклеена, она тоньше, как бы, диаметр потоньше получается, чтобы нормально протаскивалась. Возможно, сейчас тут нужно будет доработать саму рукоять, сделать ее чуть-чуть более объемной, чтобы рука более комфортно себя чувствовала. Пока что рука устает, устает из-за того, что рукоять тонковата. Вот, и нужно будет поработать с рукоятью, поработать с проушиной. Не буду я снимать, как бы, прям вот эти все тесты подряд, чтобы там, вот эти все нюансы показывать, там, вот эту кухню, как бы, внутреннюю. Я в прошлый раз там наснимал, там, по мне, слишком много роликов было по поводу того, как топоры еще были не рабочие, а я уже, как бы, вообще показывал. Вот. Поэтому в этот раз, я думаю, что мы доведем до ума все уже, как бы, чтобы топор готовый, топор, как бы, полноценный, рабочий, и потом уже будем снимать тесты сравнительные между собой там, между соболями и так далее, и тому подобное. Сам отков получается, проушина у него больше, чем у соболя, но на рукояти он, в принципе, нормально себя как бы выглядит. Не так это заметно, что проушина здесь побольше получается. Вот. Но топорик динамичный. Динамичный топорик, это вот 65-я рукоять, небольшая, стандартная, соболиная. И довольно-таки динамичный топорик, довольно-таки интересно работает. Вот. Тесты по нему идут. Извиняюсь, что не показываю, но, как бы, я уже сказал, что хотим уже выпустить полноценный продукт и показать им, как он работает. Это полноценный уже продукт, а не вот эти, как бы, полуфабрикаты, и как мы их дорабатываем, так сказать. Тоже тут имел разговор с человеком, заказывал он в другой мастерской, не буду говорить, какой мастерской, где я тоже попросил обратный сад на топор. Ему сказали, да, в принципе, без проблем можем сделать, только ответственности нести не будем за обратный сад. А меня так, тоже так заинтересовало, почему, как бы, ответственности не будут нести они. И они объясняют, что рукоять при рубке выскакивает. Вот. Получается, тоже, как бы, я вот этот момент, как бы, просек для себя, что, вот этот момент, что не только это у нас, что когда вот этот нормальный сад, нормальная расклинка, да, там один, типа, размер проушины, и конфигурация ее, и вот этот размер, так сказать, расхождения между входом и выходом, что это не только у нас получается, я пытаюсь объяснить, что это и в других мастерских это попробовали, но они, как бы, видать, решили не развиваться в этом направлении дальше, да, мы как бы немножко копаем сюда в глубину и пытаемся добиться, чтобы вот у нас ОБВСки, они, в принципе, нормально садятся, уже никуда не сползают. Я вам ссылочку в ролик в описании поставлю на человека, который вот заказал у нас морала ОБВС, взял без предварительных тестов, то есть я еще не успел ничего не потестить, но рукояти ему поставили, отправили топор, он его купил, вот, и протестил в тайге. И он уже показывает, да, во-первых, насадка, посадка ОБВС топоров, она как бы специфичная, здесь невозможно подогнать так, чтобы прям там вообще без щелочки какой-то было, возможно, там будут, когда вы получаете топор, ну, вот так вот посмотреть на просвет, да, вот здесь вот, вот у этого, у этой мышки, вот в одном месте есть вот небольшая щелочка, даже меньше миллиметра она там буквально, но нужно понимать, что этот топор при работе, при работе, он все равно будет еще немножко садиться, он будет сползать и подклиниваться, то есть вот этот объем, он все равно заполнится древесиной, там где, допустим, он сильно плотно касается, там он подумнется, а там где не касается, он туда наползет, и там тоже все будет плотно, и в конце концов он сядет, заклинит, вот, наша задача, как бы, сколько оставлять древесины, и какого расширения, чтобы когда вот это движение происходит, чтобы он клинанул и сел, не все. Вот это нужно понять, и какие там вот эти разницы между входом и выходом нужно добиться, какое расположение вот этого расхождения вверх-вниз вот этой самой проушины, вот, вот в чем смысл тестов, то есть добиться результативной работы и посадки нормальной этого топора, чтобы он нормально работал, эффективно, удобно. Пока что работы идут по соболям, по моралам, по этим МВС-кам. Работы идут, нужно добиться, во-первых, комфортной рукояти, тут сейчас она не очень комфортная, со стойлером, тех заданий, так сказать, стойлеру даю, объясняю ему, что нужно поменять, как нужно доработать, вот, и в этом направлении работаем. Так, это я рассказал. Сейчас, в принципе, поправился, я думаю, что в день, два, три здоровье у меня восстановится, я все-таки начну уже нормально работать. Вот, а сейчас, сейчас работаем, партию следующую набрал на слесарку, это все на установку рукояти пошло, люди будут оплачивать, и, думаю, где-то в сентябре, в сентябре у нас будет оправка вот этой партии. Вот, и к тому времени закончу слесарку следующую, то, что сейчас набрал, и тоже буду людям расписывать. Ну, работа стандартная, как она шла, у нас так и идет. Вот, заказы идут, сейчас довольно-таки много заказов также на Соболе у нас идет, много тесел заказывают, люди, видать, готовятся к строительству каким-то срубом. Норвеги заказывают у нас сейчас, вот сейчас тоже в изготовлении несколько норвегов на установке рукояти. Потом, наверное, покажу, в принципе, давно хотел показать норвегов, как они сейчас выглядят, после всех, так сказать, доработок, всех изменений, и непосредственно, у нас ролика, в принципе, давно уже не было по норвегам, и люди порой спрашивают, приходится мини-ролики на WhatsApp снимать и показывать, чтобы уйти от этого. Да и вообще, наверное, надо бы уже сейчас приходить к тому, чтобы уже опять переснимать все топоры со всеми нашими, так сказать, какие они последние версии, так сказать, и просто, может быть, будут обзорные небольшие ролики по конкретной модели топора. Хотя бы даже, может, без тестов так показывать. А то я пока тестов дожидаюсь, и там приходится их 300 раз на телефон снимать. Показывать. Так, ну так, я по новостям закончил, основное, что хотел сказать. Сейчас у нас идет еще один станок для изготовления рукояти. Решили еще один заказать, если старый, как бы, вылетает в ремонте, стоит, чтобы новый был рабочий доской. Потому что сейчас в БУСКе требует довольно-таки большого количества рукояти. По две, по три, по четыре рукояти на топор берут. Поэтому надо, чтобы как бы станок у нас плотно работал, не останавливался. Вот. Что еще мы? Взяли еще два куба ясеня. Ясень дорожает. Блин. Мы успели выкупить последнюю партию практически. То, что у них было на складе. Сейчас нам отправляют уже, если мы убрали по 64, сейчас он уже по 72 тысячи рублей за куб. С доставкой нам это обойдется на тысячу. Тысяча сорок будет еще доставка. Два куба мы взяли. И, говорят, следующую цену мы не знаем, какая будет цена на ясень. То есть, мы сейчас будем закупать в скором времени. Цены, говорят, страшно пляшут и они даже не в курсе, какая будет цена на ясень. Мы тоже, как бы, не в курсе. Сейчас мы, как бы, взяли то у нас то ясень не должно было хватить где-то до весны предыдущей партии и то, что мы покупали. А с этой партией где-то нам до ноября хватит. До следующей. То есть, примерно на год у нас сейчас будет запас древесины. И поэтому где-то год мы, наверное, так вот будем более-менее цену держать, не будем ничего повышать. Да вообще, как бы, мы живем в деревне на самом деле. Здания вот эти мастерские наши, ну, мы их сами строили. Вот. Поэтому аренды нет как таковой. И, в принципе, так и будем работать. Куда нам деваться, в принципе. Мы уже привыкли кузнецей заниматься, другими делами нас что-то не тянет уже заниматься, да и уже возраст не то, чтобы резко менять сферу деятельности. И будем, будем как-то выживать, не знаю, посмотрим. Экономика, конечно, пляжа цены, цены растут зверско. Там, все дорожает, железо дорожает, вообще все, все расходники, не знаю, в каком-то, в каком-то бешеном количестве поднялись, блин, в цене, там, железо в два раза. Не знаю, стройматериалы, уже на стройку забили полностью, потому что вообще невозможно ничего строить. То, что тут был, материалы закуплены, расходуем, таскать, что-то подстраиваем, доделываем, а так, что-то новую стройку начинать, не знаю, невозможно, даже сейчас это делать. Лес, пиловочник, у нас в прошлом году был 7 тысяч, сейчас он 12 тысяч рублей. Куда, куда вообще, как, как, что строить, непонятно. Поэтому, как-то так вот живем, потихоньку, будем ковать, будут заказы, будем жить. Я думаю, мы так, будем, так и будем дальше, колупаться, таскать, своих этих. Кто там думает, что вообще страшные деньги зарабатываем? Да нет, в принципе, себе на жизнь, на житье и бытие зарабатываем, никаких там супермашин не имеем, яхт, хром тоже не имеем, поэтому, нормально все. Дети растут, дети радуют. Вот, ладно, не будем о грустном, я думаю, все будет нормально. Заказы все равно идут, значит, у людей есть возможность покупать наши изделия, слава богу, цены стараемся не поднимать слишком сильно, при условии всех у детей, их поднять, и, так сказать, расходников, ну, как-то стараемся укладываться, ужиматься, так сказать. Вот сейчас, знаете, цены за эту отправку на 50 рублей поднял, была 450 рублей отправка, одного топора примерно у нас выходила. Сейчас, пришлось, немножко подняем, что там ткани, они за мешки, которые мы шьем, они немножко тоже поднялись, картон уже давно поднялся, вот сейчас опять новую партию картона надо закупать. Вот, и цены за отправку вроде бы почта не поднимала, но так они все время на грани пляжа там чувствуются, чуть-чуть потихонечку дорожает. Пришлось на 50 рублей поднять отправку, там сейчас 500 рублей примерно отправка стоит от одного топора. Вот, и когда заказываете, тоже понимаете, что, когда будет отправка, будет цена считаться, ну, по факту, то есть там, ну, всегда будет добавляться, это не то, что там цена на сайте сейчас топора, но если, допустим, коснуться Соболя, да, Соболь без чехлов, без чехлов у нас сейчас на сайте стоит за 7500 рублей. Ну, рекомендую, конечно, всем взять кожаный чехол, на лезвине, чтобы лезвие было закрыто. Уж совсем без чехла это, ну, не знаю, он очень острый, прям бритвенной остроты, хотя бы для вашей безопасности, 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 так сказать. Тканевые чехлы уже не навязываю, то есть хотите берите, хотите не берите. Вообще цена образования такое, что вот топор с установленной рукоятью, заточенный, готовый к работе. Вот так он сейчас стоит на сайте. Вот, а к нему можно взять кожаный чехол на лезвийник, к нему можно взять тканевый чехол защитный, для, как бы, я его называю транспортировочный, там, ну, трехслойный тканевый чехол, все дела, короче, так все понятно, да. Вот, и к нему можно взять запасные рукояти, вот, если там у вас есть желание, хотя, конечно, тоже так особо-то не рекомендую, потому что, если уж сломается, ну, выпишите себе рукоять, хотя ясень сломать, это надо умудриться, грубо говоря. Вот, зачастую, там, человек даже купил запасную рукоять, какую-нибудь засуну, ее забыл про нее, когда сломалась, когда сломалась базовая рукоять, он зачастую пишет, мужики, а можете переустановить? Присылает, переустановили, обратно отправили. Потому что нужно ее сушить, нужно ее правильно поставить, правильно раскрынить. А так, представь, в принципе, я ему еще подточил бонусом, рукоять заменили, обратно отправили. Это единственное, что время, пока он отправит, пока мы здесь его, как бы, в процессе сделаем, пока обратно отправим, там, одна только отправка туда-сюда, больше месяца выходит, да, и время работы, там, пару недель занимает, там, мы уже, как, не отдельно с ним занимаемся, там, туда-сюда, пока сделали, и пока запаковали, пока отправили. Вот, вот это время, вроде как, потерянное. Ну, люди мастеровые, с руками они, в принципе, ему не проблема рукоять поставить, и нашего производства, и сам может выпилить, поставить, сделать, и кто-то из березы делает, тот еще что-нибудь. В принципе, не так это принципиально. Самое главное, чтобы железяка была нормальной, и нормально работала. Ну, ладно, просто вроде в кучу собрал, так сказать, все рассказал, какие у нас тут телодвижения. Извиняю, что давно тестов не было, но, месяц такой был у нас, немножко сумасшедший, поэтому, надеюсь, сейчас маленько все устаканится, маленько поправлюсь, и продолжим тестировать топоры, так сказать, новинки и старинки, то, что уже базовые модели. Ну, ладно, всем счастья, здоровья, не болейте, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok